Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем наш ежедневный эфир, бизнес-канал на Финам.ФМ. Его вторая часть под названием «Бизнес-класс» посвящена разговору о том, как в России строится бизнес. Разный, разный, голубой и красный. Сегодня замечательный летний бизнес мы будем обсуждать. Летняя такая тема, весенне-летняя. А тема сегодняшнего эфира — цветы. Я бы, честно говоря, здесь точку бы и поставил, но все-таки вынужден продолжить. Цветы оптом и в розницу. Вот так. Ну, учитывая, что мы все же в основном о бизнесе говорим, да, мы на эстетической составляющей не можем ограничиться. Мы должны и про деньги, Оля, и про деньги. Ну что ж, вот об этом мы сегодня говорим в эфире, уважаемые слушатели. Я представляю с удовольствием моих гостей в студии. Ольга Белецкая — основатель мастерской цветов и декора под названием «Флауэр Базар». Добрый день, Оля. Добрый день. Рядом с ней Юрий Дударенко — совладелец всего этого дела. И, если можно, по совместительству — супруг. Да, добрый день. Добрый день. И с нами же в студии бизнес-класса Антон Мочелюк, владелец оптового цветочного склада. Добрый день, Антон. День добрый. Ну что ж, друзья мои, я вам тоже напомню, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Для этого существует телефон прямого эфира, телефон студии 651099,6, код Москвы 495 и есть сайт нашего ресурса по адресу finam.fm. Вы можете позвонить, задать свои вопросы, вы можете написать. Я ваши вопросы прочту в эфире и наши гости сегодняшние на них, я надеюсь, с удовольствием ответят. Ну что ж, все приготовления, наверное, мы сделали. Давайте начнем беседу. Оль, если позволишь, тебе первый вопрос. Потому что ты уж, как ни то, другое, ассоциируешься с сегодняшней темой. Спасибо. Да, с прекрасной темой. Цветы оптом и в розницу. Оль, как пришла мысль тебе заняться бизнесом? Я, конечно, далек от того, что с детства ты мечтала посмотреть, а что же такое этот самый цветок, никогда его не видела. Я думаю, что наоборот, да, ты была всю жизнь окружена этими самыми цветами. Когда пришла мысль в голову, что надо еще это и бизнесом затеять? Расскажи. Ну, на самом деле, у меня никогда не было мечты с детства быть цветочной королевой. Я ею была, поэтому ее не было. Но всегда меня тянуло к чему-то прекрасному, а если это прекрасно еще и приносит прибыль, то это идеальная модель. Меня всегда удивляло, что нельзя купить букет красивый, ну, в Москве красивый и за более-менее нормальные деньги. Подожди, давай. То есть сам дизайн... Два момента. Нельзя купить в Москве букет. Ну, это не так, потому что можно купить букет в Москве. И дальше, подожди, красивый, вот это уже вопрос творческий, ну, и такой уже субъективный несколько, да. И за приемлемые деньги, да, это вопрос более объективный. Поэтому я хотел бы услышать, ну, прежде всего, что, в твоем понимании, деньги приемлемые, да, на кого ты рассчитываешь. А потом, конечно, мы поговорим о эстетической составляющей, что такое красивый букет. Ну, приемлемые это где-то в районе трех тысяч рублей. Ну, это нормальные деньги. Это нормальные, ну, это нормальные деньги, но за эти деньги красивый дизайн, какие-то хорошие свежие цветы довольно-таки сложно найти. То есть, конечно, есть много салонов, которые специализируются, но ценовая категория довольно-таки высокая, и их нет в таком доступе. Ну, например, я сижу в офисе, и мне нужно заказать букет, например, да, с чего мы начинали, наш интернет-магазин. Конечно, удобно заказать его с доставкой, посмотреть картинку и отправить там. Ну, картинки все цветы красивые. Ну, у нас коллег. Не обязательно, кстати. Не обязательно? Фотографа зовите. Да. Так, хорошо. Выбрать букет, оплатить его картой на сайте и отправить вам местное назначение, вам или вашей девушке, или вашей маме, куда угодно. То есть, конечно, этот сервис очень полезный, но плюс все-таки наша компания, она больше в свадебную тематику, а это еще одна очень большая сфера, очень большой сектор такой рынка, если экономическими термиями выражаться. Ну, так и надо выражаться, конечно. Конечно, мы сейчас находимся в такой начальной стадии развития вообще в России, если посмотреть на американский рынок, то... Мы, это кто? Конкретно ваша компания или в России цветочный рынок? В России, в принципе, да. Свадебный, наверное, кемиш. Свадебный рынок. А, свадебный рынок, цветочный свадебный. Наша компания, Flower Bazaar, она больше ориентирована, конечно, на свадебную индустрию. Я понял. Хорошо. Юр, сейчас тебе тоже будет чуть позже вопрос у меня, ну и Антона мы подключим к нашей беседе, поскольку у него оптовый цветочный склад, да? Я снабжаю. Да, подожди, ты далек от дизайна наверняка, да, и 3000 рублей для тебя эта цифра какая-то... А неспроставить мы и подружились. Ну, понятно, вы теперь, да, бизнес, бизнес... Значит, партнеры. Цена букета меня вообще редко когда волновала. Я догадываюсь. Потому что это все стоит как-то... Я это считаю дарить пачками. Это эффектно, и вопросом, как купить цветы, ну, естественно, никогда не задавался, потому что они уже лет 9 меня окружают. Поэтому цена, ну, как бы, плавно переходя к тому, почему я занялся цветами. Да, да, конечно, конечно. Это просто случайность. Я искал работу, мне было 18-19 лет. Вот, и я просто полгода выбирал работодателей. Ну, ты искал какую-то конкретную работу? Нет, абсолютно, я искал просто хорошую работу, где... В институт ты не пошел, да? Нет, я пошел. Пошел в армию, тебя не забрали. Нет, не забрали. Я ходил, не знал, чем заняться. В военную кафедру. Нет, просто случайно попал, то есть оказался в офисе с очень интересным человеком. За полчаса, через полчаса нашей беседы у меня горели глаза. Нормально. Я хотел с ним работать. Я не хочу, что они до сих пор горят у тебя. Ну, я просто вспомнил его, да. Это очень такой, очень жесткий, но очень, ну, скажем так, очень богатый. Кстати, извини, пожалуйста, да, кстати, скажите, вот, мне кажется, важная тема такая, да, ну, очень часто на развилке стоишь, не знаешь, чем заняться, не знаешь, куда посмотреть, не знаешь, какую дорогу выбрать. И вдруг вот на твоем жизненном пути оказывается некий человек, да, он может потом и исчезнуть сразу же там через неделю, допустим, да, но вот этот человек, это такой вектор сразу, бах, и все. И ты понимаешь, что оказывается вот твой путь. На самом деле он мог заниматься чем угодно. Безусловно. Он был бы успешен в любом деле. Конечно, он был бы успешен, но главное, что в результате он и тебя бы туда повернул. Это большая удача для тебя, да. Да, 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 вот такого человека встретить. Встретить нужного человека, это всегда переломный момент в жизни. Да, здорово, согласен с тобой. Ну и хорошо, значит, встреча эта, слава богу, состоялась, да, и для тебя это вылилось в то, что сейчас... Ну да, три года титанического труда на него, потом мы расстались, и после Малпома... А что расстались, деньги не поделили? Ну, можно сказать и так. А то я не знаю платика. Нет, 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 я-то был работником, нам нечего было делить, просто были нюансы. Как нечего делить? Ты пришел однажды и сказал, я на такую зарплату не согласен больше трудиться. Нет, 21-22 года. Нет, я что-то подобное говорил, но причина была не в этом. Ну, хорошо. Я был доволен тогда и маленькой зарплатой, мне нравилось работать. Тогда я был трудоголиком. Ну, тебе до сих пор нравится работать, я уж про зарплату не спрашиваю. Нет, уже остыл. Уже остыл. У тебя наверняка есть... Не хватает рядом вот этой какой-то энергетики, которая меня бы пихала, давала мне энергию. Потому что самого меня на самого себя уже не хватает. Ну, ты же не один наверняка, а у тебя там есть какие-то сотрудники, помощники. Да, но это все другое. Они больше, наверное, исполнители, а я как бы ей на вдохновители. Тебя надо подпинывать кому-то, да? А исполнители... Мне кажется, что всех нужно подпичивать. Да, да, субординацию надо соблюдать. Очень трудно работать. Ну, я надеюсь, что в конечном итоге, да, в ближайшее время ты очередного такого энерджайзера встретишь. Я встретил несколько лет назад, это все очень плохо закончилось. Не будем о плохом, будем о хорошем, да. Юра, давай, вопрос к тебе. Собственно, расскажите тогда вот об этом, ну, я бы сказал, достаточно узком, да, что ли, направлении цветочного бизнеса, да? Вы ориентируетесь именно на свадебные мероприятия. Откуда взялась эта идея? Ну, на самом деле, да, я ждал этого вопроса, но тут можно хоть скрипача звать, это романтическая история. Ваша непосредственно, я так понимаю. Ну, на самом деле, не только наша, на самом деле, это, если так сказать, в среднем по палате, да, это достаточно классическая история, что люди начинают заниматься этим после собственной свадьбы. Просто вот, ну, можно золотыми буквами уже вписать в историю. Очень много таких людей, это и организаторы, и флористы, и ведущие там, наверное. То есть, извините, пожалуйста, люди сочетаются браком, да, потом проходит эйфория, медовый месяц закончился. Не совсем так. И он говорит, слушай, какая-то у нас на свадьбе организация была. Не доделали. Не доделали. Давай-ка мы займемся, покажем, как это делать. Какой-то у меня был хиленький цветочек, да, невесты. Давай-ка мы... На самом деле, это в процессе подготовки все рождается. То есть, ты как бы начинаешь, у тебя есть определенный взгляд на вещи, да, особенно тебе сложно в этом смысле, если ты борозишь просторы иностранного интернета, но американского в частности, потому что, ну, мы это всегда всем говорим, это ни для кого не секрет, это различается настолько, что... То есть, лучше туда не лезть, правильно? Лучше даже не лезть, чтобы не расстраиваться. Не расстраиваться. Да, но с другой стороны, ты лезешь и понимаешь, как должно быть, да, и потом ты видишь, как есть. Вот, и как бы на почве этого начинают всякие мысли рождаться. То есть, ты начинаешь, потом уже у тебя калькулятор в любом случае рядом лежал, да, потому что ты свою свадьбу считал. Ну, ты там параллельно еще начинаешь считать все другие варианты, да? Здорово. Нет, вариантов много, особенно если посчитать. Я, тем не менее, прошу прощения, мы прольемся, новости послушаем. Что ж, друзья мои, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Ольга Белецкая, основатель мастерской цветов и декора «Флауэр Базар». Юрий Дударенко, совладелец этой компании. И с нами еще Антон Мочелюк, владелец оптового цветочного склада. Я бы, когда слышу «оптовый», да, ну, неважно какой, склад, мне сразу хочется, Антон, тебя по имени-отчеству называть. Ассоциация, что это такой важный какой-то дядька, да, владелец оптового склада. Ничего, я с тебя буду по отчеству называть. Как твое отчество? Анатольевич. Да, и с нами Антон Анатольевич Мочелюк, владелец оптового склада. Ну, ладно, вернемся. Юр, продолжи, пожалуйста, вот эта вот замечательная история после того, что, да, я сам сочетался браком и вдруг понял, что надо менять что-то в этой жизни. Ну, то есть, да, было, с одной стороны, продолжая мысль, да, то есть ты понимаешь, что предложение как бы отсутствует. Ну, это было, то есть... Два года назад. Два года назад, да, все правильно. Вот, то есть сейчас ситуация получше, сказала, стала, забегая вперед скажу. Ну, она благодаря вам стала получше, я так понимаю. В частности, видимо. Ну, и вообще в целом. Скромняги. Да, хорошо. Вот, ну, то есть, да, ты, естественно, смотришь и понимаешь, ну, как бы, в чем причина, почему этого нет, это, там, сложно или нет, там, не знаю, цветов, какого-то материала или что, почему этого нет. А вот, кстати, действительно, я не думаю, что, ну, если не брать какие-то экзотические виды цветов, но я не думаю, что... На самом деле, я могу сказать, что в Россию, ну, мы уже общаемся с американцами, и они нас, ну, в шутку так это уже ругают, проклинают, потому что там, как бы, мы перебиваем, как бы, забираем очень большую часть цветов, которые они даже себе получить не могут. На мировом рынке. Да, 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 то есть есть же общий рынок, да, цветочный, они потом просто растекаются. Кстати, мне очень интересно вот эти вот, так сказать... Я про это много знаю. Да, вот каналы поставки, мне очень интересно всегда было, откуда, в конечном итоге, вот, на той самой палаточке, да, мимо которой я прохожу ежедневно, откуда там цветочки эти оказываются? Давай, расскажи нам, расскажи. Нет, в общем-то, все это поглотила давно Голландия, хотя она уже, наверное, и выращивает, наверное, только половину всего мирового цветка, ну, это так, очень приблизительная цифра, статистикой не владею, вот, но, в общем-то, это все в то же самое Америку, в основном, не считая, там, Эквадора, и, может быть, еще пары стран, которые отправляют напрямую в Америку, все остальное идет через Голландию, через, в основном, через голландские аукционы. Аукцион — это в прямом смысле аукцион, единственное, что там нету какого-то аукциониста, который стучит молотком, там все электронизировано и ускорено, вот. Ну, в общем-то, суть в том, что, вот, то, о чем сказали Flower Bazaar, что, действительно, одни и те же цветы их может купить, как и Россия, так и любая другая страна мира. И сделают они, как правило, в Голландии это, да? Да, это, да, это все закупается через Голландию. Существуют брокеры, которые, фирмы, которые представляют своих клиентов на аукционе, покупают для них по заказам товар. И, естественно, цветы — это не машины, и они выращиваются, и поэтому какой-то один востребованный цветок, он существует в определенном, растет в определенном объеме. Там существует какое-то определенное количество садовников, которые его выращивают. И, естественно, это все... Ну, я понял, да, американцы на него рассчитывали, на этот цветок, а тут вот Юра с Олей подошли и говорят... Двойную цену даем. И тут, как бы, фирмы хотят выполнить заказ и американцам, и нам, и уже идет борьба на аукционе, кто больше дает цену. Серьезно. Это один фактор — цена. Второй фактор — то, что его может просто не хватить. И не всегда производство... То есть производство в основном, так как голландцы все это просчитывают до мелочей, производство следует за потребностью. Они не делают ничего. А давайте в этом году вырастим вот столько. Ну, да. А вдруг кому-нибудь понадобится? Да, они вначале смотрят тенденцию. Спрос определяет предложение, да? Поэтому существуют проблемы, когда чего-то кому-то может не хватить. Ну, в общем-то... Смотри, смотри, Антон. А вот на твоем складе, Антон Александрович, извини. Анатолий Вячеславович. Анатолий Вячеславович, извини, пожалуйста. А на твоем складе тоже из Голландии, да, цветы? 90%. А 10% оттуда? Израиль, Таиланд, Кения. Ну, а почему подмосковные луга? Вот я очень хочу услышать. Из Подмосковья 10%? Нет, не бывает такого? Бывает такого, просто я изначально учился работать с зарубежными компаниями. И дело не в том, что я учился, а дело в том, что я привык, что люди, когда ты работаешь с какими-то поставщиками, они уважают тебя как клиента. У нас, к сожалению, происходит так, что ты работаешь, 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 приходит день, ожидаемые праздники, там, 8 сентября, Валентина, 1, 8 марта. И просто находится человек, который предлагает большую цену, и они предпочитают разово заработать больше, чем сохранить постоянного клиента. Поэтому я с этим не сталкивался, но у меня очень много друзей, которые с этим сталкивались. Я на все это глядя решил, что я лучше буду возить иностранный товар и подожду, пока наш менеджмент компании цветочных, производителей российских, немножко подрастет. Будет более цивилизованно. А, кстати, если говорить уже о себестоимости, об окупаемости, это дороже везти из-за рубежа, чем вот... Есть товар во всех ценовых категориях и во всем качестве. Поэтому можно купить и российские цветы дорого, качественно, и можно купить дешевые цветы, российские, дорого, дешево и некачественно. И то же самое можно купить в Голландии. То есть здесь, я имею в виду, ценник не является определяющим. Абсолютно. Определяющим скорее является вот этот вот, так называем, человеческий фактор, качество отношений. Хотя, как бы, вот есть, наверное, многие знают фея Флоранс, она выращивает французские розы, которые очень ароматные, очень красивые. Мы их безумно любим, но это дорого. То есть, да, мы, конечно, закупаем их периодически. То есть у вас есть клиент, да, который готов платить дорого для того, чтобы... Да, но все равно нам приходится дешевле иногда бывает, ну, чаще всего закупить все-таки голландский цветок, чем наш, подмосковный. То есть опять калуги выращивают, да. То есть решение вот это ваше, да, оно основано все-таки больше на бизнес-процессе. Частный пример. Это эксклюзивные розы, очень-очень хорошие, пахнущие розы. У них тоже есть свои недостатки. В Голландии построен процесс, цветок выдерживает там две недели, да. Да, Антон, ты меня, наверное, поправишь. Бесколько? Три недели после срезки он стоит. Нет, нет, нет. Меньше, гораздо меньше. Нет, просто в Голландии эта культура десятки лет. А у нас это только развивается. Но я считаю, что нужно продолжать. Хотя сюда опять же приезжают, вот опять же, эти же французские розы. Это опять же тоже, по-моему, француженка, по-моему, женщина открывала. Я думаю, что у нее тоже многолетний опыт выращивания. Но, опять же, я думаю, что у нее все-таки не промышленный масштаб, а масштаб какого-то... Ну, то есть большого предприятия. Да, но нет, потому что уровень потребления все равно дорогих цветов, он, ну, естественно, ниже, да? Меньше. Уже, уже. Поэтому по определению у нее не может быть низкой цены. Но зато они сами в ритейл уходят, идут, собственно говоря. Они свою сетку создают, продают. Очень интересно, вы рассказываете. Давайте я вас прерву, потому что у нас есть звонок, и мы пообщаемся со слушателем. Сергей, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. А мне интересно насчет поставщиков цветов. Ну, дело в том, что, наверное, всем известно, что сейчас идет сильная недозагруженность экономики. Проще говоря, падение спроса. И, как бы, очень странно, если они так себя ведут, предпочитая там разово себе больше заработать. Это при том, что праздники сейчас, ну, я не знаю, как конкретно в цветах, но есть целая группа около похожих товаров, у которых сейчас ни 8 марта, ни Валентинова уже не было последние два года. Вот, это вот немножко вот странно. И второй момент. Была ситуация, на собственном опыте нашел каким-то чудом в Москве роза то ли из Подмосковья, то ли вот где-то вот рядом. Естественно, стоило намного дешевле, чем из Голландии, и как бы с удовольствием купил. Но, к сожалению, это вот очень тяжело такое найти. Понятно. Понятно. Спасибо за звонок, Сергей. Сейчас гости наши ответят на ваши вопросы. Ну, Антон Анатольевич, давай. Речь идет вот о том, что когда не выполняются ожидаемые поставки на праздники, здесь абсолютно нет никакой связи с рынком, с прочим. Здесь абсолютно преследуются индивидуальные интересы. Индивидуального менеджера по продажам, индивидуального начальника отдела продаж. То есть, а собственник бизнеса об этом даже может не владеть информацией о том, что его постоянных клиентов просто не обеспечили товаром, а на этом заработали просто деньги конкретные люди. Даже не бизнес в целом. Ну, элементарная система отката. То есть, да, да, я понимаю. То есть, это некая технологическая, да, технологический сбой, не стратегический, что вот экономика замедляется и спрос на цветы. Нет, спрос растет. Я вам подтверждаю, что спрос растет, особенно в нашем, вот я повторюсь, ну, потому что я отвечаю все-таки за свадебную индустрию, да. Рост за эти два года просто бешеный. Вы себе даже не представляете, какой. Может быть, это вырастет? Зачем ты говоришь? Какой рост? Нет, ну как об этом говорить? Рост конкуренции, она возрастает. Рост, ну, появляется все больше и больше свадебных дизайнеров, флористов. Они могут быть совсем частные, маленькие. Оля, все-таки конкурируют с ценой или все-таки дизайном? Дизайном. Я бы сказала дизайном, но просто здесь как бы рынок делится на две категории. Либо ты уходишь в совсем высокий сегмент рынка и делаешь проекты с большим бюджетом. Но они штучные уже такие же. Но штучные, да. Либо ты остаешься в среднем сегменте, который недозаполнен, там очень большой спрос, там немножко ниже бюджеты. Но там зато есть вал, что называется. Да, но тогда ты можешь наработать себе портфолио, опыт, и как бы если захочешь, да, ты можешь войти там в высший сегмент, там люкс, да, какой-то, например. С другой стороны, я по опыту своих клиентов даже не знаю, что лучше, потому что есть клиенты, которых свадебное оформление, они закупают цветов на 50-100 тысяч. А есть, правда редко, да, таких клиентов немного, но случается, там раз за лето может такое произойти, что вот на миллион могут цветов на одну свадьбу набирать, вот. Поэтому тут, с другой стороны, одно оформление за месяц сделал, и ты уже как бы... Ну да, но просто флор-базар — это не только цветы. У нас есть несколько направлений, поэтому для нас важно не только уйти в какой-то высокий сегмент. У нас, мы работаем мастер-классами еще плюс, то есть люди приходят к нам просто собрать букеты, там... Оль, ну вы об этом, да, попозже подробнее расскажете, естественно. Давайте второй вопрос вот был у нас от Сергея, он посетовал на то, что подмосковные, те же самые, да, подмосковные цветочки, они гораздо лучше, они гораздо дешевле, но... Да, я очень много про это знаю, это вот из разряда, наверное, проблем моих клиентов, которые волнуют в том числе и меня, потому что, на самом деле, вот, дозвонившийся не открыл Америку, просто я думаю, что он, может, просто ему не приходилось это обращать внимание, но по всей Москве висят плакаты 10 роз за 249 рублей. Да, да, хорошие цветы. И, в общем-то, это может быть и Подмосковье, это может быть и Кения, и та же самая Кения, продающаяся в Голландии на аукционе. Абсолютно приемлемые цены, особенно летом, потому что летом можно привезти розу 40 сантиметров, да, чтобы так примерно понимали, с некрупной головой я могу ее... То есть розничный магазин, у меня может ее купить по 12-15 рублей, соответственно, продать с двойной наценкой, ну, 25 рублей, 30 рублей. Вот они, да, 250 рублей. Вот они, 250 рублей. Это будет хороший цвет, свежие цветы. Абсолютно качественная. Но это совсем недавно появилось тоже. Друзья, спасибо, еще раз прервемся новости на Финам.фм, послушаем, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.фм, сегодня мы обсуждаем замечательную тему, говорим о цветах, говорим о прекрасном. Так вот, если еще повернул бы, говорим о том, как можно торговать цветами, оптом и в розницу. В гостях Ольга Белецкая, основатель мастерской цветов и декора Flower Bazaar. Кстати, мы о декоре сейчас, да, еще и поговорим тоже, потому что, как сказала Оля, все-таки мы не только цветами занимаемся. Итак, Ольга Белецкая в студии, Юрий Дударенко, совладелец компании. И с нами Антон Анатольевич Мочелюк, он владелец оптового склада. Оптового, цветочного, я все-таки уточню. Вам понравилось. Не очень, мне очень, да. Оптовый склад, замечательно звучит. Уважаемые слушатели, я напомню и вам. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. И сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы моим гостям. Они с удовольствием, я уверен, на эти вопросы ответят. Ну и, Оля, давайте, Юр, собственно, к вашей деятельности, да, на Ниве Прекрасного. Помимо цветов, да, чем вы еще занимаетесь? Ну, вот как я начинала говорить, у нас есть направление мастер-классов. То есть к нам приходят люди, которые просто хотят там собрать букет, например, кому-то в подарок. Им интересно, как это делается. Это называется флористика, по-моему, насколько я знаю. Ну да, это направление флористики. Но не обязательно быть для этого флористом и учиться этому профессионально, например. Просто это как многие воркшопы сейчас, довольно-таки это модно, распространенно. Чтобы в какой-то выходной день, в воскресенье, прийти и провести там три часа в приятной компании, сделать что-то руками и уйти с шикарным букетом, да, сделанным собственными руками. Это очень важно для людей. Плюс у нас есть направление для профессиональных флористов, которые очень много нам писали и просились, можно к вам попасть на стажировку, можно для вас поучиться. И мы сделали такое направление второе, именно для профессионалов. Плюс мы занимаемся свадебным декором. То есть цветы в свадебном оформлении, это еще не все, да? Вообще вот визуальная картинка свадьбы, как она выглядит потом на фотографиях, она зависит, первое, от фотографа, второе, от декора, который там используется. То есть это такой концепт единый, это как спектакль, можно сказать. Декор в отношении чего, зала ресторана, что вы... Ресторана, каких-то для фотографий, да, какие-то пресс-волы, фотозоны, какие-то милые церемонии. Ну, церемонии где в ЗАГСе, там уже... Честно сказать, сложно украсить ЗАГС. Вот я об этом и говорю, там уже, скажем так, все готово, там уже все готово. Ну, сейчас модно, ну, не модно, что модно, а просто это супер, наоборот, что есть возможность в выездной церемонии, когда вас ничто не ограничивают, собираются ваши люди. Ну, это опять же американских фильмов насмотрелись, я так понимаю, да? А и насмотрелись. Это же все не просто так. У нас это работает? У нас это да. Работает, да? Да, да. То есть также где-то на полянке, да, стоят... Да, в каком-то парке, или это, может быть, территория отеля, или ресторана очень красивая. Я вспоминаю вот этот фильм, наверное, самый яркий, Джейнер Лопес, да? Да, где она была распорядительная свадьба. Да, распорядительная свадьба, наверное, вот это все. Ну, это, на самом деле, по эмоциям и по картинке совершенно другой уровень, вообще, в принципе, другой ощущений. Просто, ну, как бы, нельзя стоять в очередь за тем, чтобы расписаться. Это как-то и глупо, и нелепо, да? Когда невесты стоят в очереди... Мне нравится, это два года они прожили, и он уже такие вещи говорит. Я понимаю, что у тебя был опыт совместной жизни лет 20. Ты бы вспоминал, говорю... Нет, нет, здесь конкретно события. Я за этим еще в очереди. Вопрос в событии, как бы вот, ну, как бы... События, да, насколько торжественность все это... Ну, я так понимаю, что здания, внутри ЗАГСа остались Советского Союза, или все-таки ремонт? Я просто не был в ЗАГСе никогда. Есть очень красивые, есть очень красивые ЗАГСы, комфортные, но просто все равно, это поток народа, это, как бы, ограничение, вы не можете туда позвать всех своих, ваших гостей, это ограничение во времени, и вы не можете этот праздник сделать особенным именно вашим, индивидуальным. Кто-то хочет слезу пустить, а там уже следующая невеста подходит. Ну, то есть, такого плана. Вы знаете, регистрация, конечно, это очень красиво, трогательно, все плачут от радости. Никто не подходит, да, никто не мешает. Там повлечу тебя, не те ребятам, ребятам, 15 минут уже там, да. А там так и есть, особенно в выходной день, в летную. Поэтому сейчас эта концепция очень распространена, и мы, соответственно, в ней участвуем. В ней зарабатываем. Да, в ней работаем. Я единственное предположу, что, может быть, да, вот со временем, а может быть, это сейчас уже так, вы, помимо украшений свадебы, еще будете заниматься организацией свадеб? Ну, возможно, но мы пока, как бы, участвуем, мы такие проекты делаем, которые в индустрии создают больше. То есть, например, у нас сейчас новый проект запускается, он называется Invite Me. Это, наверное, Юрий расскажет подробнее об этом в двух словах. Ну, просто я акцентирую, что мы просто создаем индустрию, да, не только флористикой, еще, например, приглашение, это тоже проблема, это тоже дорого. И нужно сделать это доступнее, красиво и доступно, больше людям ничего не нужно. Приглашение что-то имеешь? Открытый? Приглашение, да. Самое элементарное. Приглашение на свадьбу, это очень элементарно, но заказывать у дизайна дорого, у дизайнера, индивидуальный какой-то дизайн, а каких-то предложений шаблонных, красивых нет. И мы придумали такой онлайн-ресурс, сайт, куда можно зайти, выбрать готовый шаблон, внести свой текст, имена, даты, где будут проходить мероприятия, отдать в печать, и вам привезут курьером очень красивые, отпечатанные в типографии ваши индивидуальные приглашения. И за доступную цену. Ну, там индивидуализм в чем? Что там просто фамилия и имя? Ну, то есть ты не от руки будешь заполнять. То есть в магазине нельзя купить собственными именами, да? Ну, за словом. Некрасиво, да, все еще там устал древний дизайн. Опуская даже этот момент, в принципе, технология. Да, тут это именно индивидуально, то есть вот с вашими именами, с вашими датами, с вашим временем, все красиво. Но это просто как пример, имеется в виду то, чего можно сделать, то есть от таких примеров много. Организаторов свадьб сейчас достаточно, кто этим занимается. Агентств довольно-таки много, мы в этом году очень много сотрудничаем. Ну, вы с ними и сотрудничаете, наверняка. Мы с ними сотрудничаем, да, вот в этом году очень много. У нас проектов совместных, поэтому... То есть мы за создание индустрии, то есть поэтому наша флористика, это не основной наш проект. Я понял, я понял. Хорошо. Давайте вернемся к разговору непосредственно о цветочках. Антон, вот я хотел бы у тебя все же уточнить. В России существуют цветочные хозяйства или их... Ну, вот эта вот история, да, о которой мы уже говорили, да, что все поставки в основном это Голландия. И не потому, что это хорошо или плохо, да, а потому, что вот там уже достаточно давно серьезный бизнес, а здесь все еще вот так, на скорую руку, на коленке. Ну, нет, не в основном Голландия. В России огромное количество совхозов, причем по всей территории. И Краснодар, и там, и Ставрополь, и Удмуртия. И все, что, ну, в общем, практически вся география России покрыта цветочными совхозами, и они все представлены в Москве. Я вдруг, знаешь, неожиданно подумал, что я купил, ну, предположим, да, я купил цветы у голландского, ну, через Голландию, да, у голландского поставщика, а они были выращены в подмосковном совхозе. Может такое быть? Ну, есть такой даже совхоз, который называется Новая Голландия. Это единственная возможность. Вот, ну, в общем-то, все эти совхозы, они создаются, они все равно подписываются контракты. Посадочный материал Голландия, агрономы все равно первоначально, я думаю, что, ну, я слышал историю, что приглашались голландские специалисты. Поэтому, ну, как бы они все равно имеют... Но у нас есть другая проблема, потому что, к сожалению, все равно выращивание цветов, это все равно стремятся люди экономить на всем. Вот тотальная экономия на всем. Понимая, что сэкономив там на каких-то подкормках, минералах и прочем, там, сыграв себестоимости цветка, там, это будет рубль, но как бы в масштабах производства, да, если совхоз производит 50 тысяч стеблей в день, то это 50 тысяч рублей в день, это там 15 миллионов, там, 15 миллионов в месяц. То, конечно, они экономят, но отдача от этого, то есть пока, ну, в общем-то, может, у кого-то есть понимание того, что лучше вырастить качественно и чуть-чуть дороже. Но мне почему-то кажется, что все равно борьба идет в основном рублем на этом рынке отечественного цветка, хотя он все равно, есть очень многие людей, которые его любят, я имею в виду магазины, которые выставляют отечественный цветок. То есть то, что на ценнике написано, да, это отечественные розы, там, подмосковные розы, это вполне возможно. Это абсолютно правда, да, это правда, это, ну, каждый по-своему кто-то, тут кому как повезло, знаете, вот можно один раз купить цветы, на них будет написано отечественное производство, они умрут почему-то завтра, хотя, ну, просто случайно там так получилось, и человек будет ходить и говорить, что российские цветы плохие. А я могу сказать, что нет, абсолютно нет такой закономерности, потому что плохой цветок можно купить как и голландский, так и наш. Поэтому это зависит от порядочности оптовика и продавца уже непосредственно конечного, то есть в зависимости от того, как я соблюдаю качество поставляемого товара своим клиентам и как свой клиент контролирует продаваемое качество уже непосредственно потребителю конечному. То есть очень много факторов, и говорить, что кто-то плохой, кто-то хороший, нет, на любую цену можно найти товар. Другой вопрос, то, что насколько это честно будет представлено конечному потребителю, насколько, то есть будет стоять два цветка рядом, качественный и не очень качественный, и, скорее всего, цена будет одинаковая. И тут уже, и тут уже продавцу будет выгодно продать им некачественный, потому что это Скоропорт, он умрет. И, в общем, тут вопрос уже в этом стоит. Ну, а говоря вот о ситуации с отечественными цветами, это всего лишь болезнь роста, правильно я понимаю, да? Болезнь роста, ну, не так давно. Еще не так давно просто этот бизнес, да, существует в России. 20 лет всего, да? Нет истории, нет истории еще какой-то, нет такого наработанного опыта, как и у Голландии. Естественно, что нельзя ожидать от этого какого-то бешеного роста. Я думаю, что вопрос просто правильности построения задач, потому что нельзя спрашивать, то есть, ну, я не знаю, нужно как-то в разрезе года спрашивать с менеджеров, с отделов продаж, там, о результатах, потому что сегодня хорошо, завтра плохо. И, опять же, нужно платить нормальные зарплаты, чтобы им было страшно потерять эту работу, чтобы они за нее держались. Вопрос, я связываю это со своими, с такими нюансами. Так, может быть, еще у меня возникла мысль просто, что мы еще все существуем, все разрозненно, то есть, есть флористы, которые делают дизайны, есть поставщики, которые везут цветы, есть тот, кто выращивает, но все между друг другом общаются, нет никакого сообщества или форума, какого-то консорциума, я не знаю, где можно обсуждать проблемы, где можно, чтобы было понятно, куда идти. Все равно тот, кто, нет, смотри, просто тут уже можно рассказать на примере следующего, ты не сможешь говорить с поставщиком, потому что, ну, то есть, есть определенные рычаги влияния, да, но ты, взяв цветы у меня, ты поймешь, то есть, взял раз, два, три, если они будут умирать быстро, ты задумаешься на тему того, устраивали я тебя как поставщик. В свое время я, получая от тебя информацию, я буду понимать, от кого я хочу брать цветы, в общем-то, то есть, механизм регулировки качества, он работает таким образом, поэтому у меня, ну, ты знаешь, у меня цветы не дешевые, но я, но я воюю за качество. Но качество хорошее, да, поэтому есть фирмы, которые продают те же самые цветы, но от садовников более низкого качества, низкого уровня качества, да, то есть в цветах это как в машинах, есть Mercedes, есть BMW, есть Жигули, вот, Поэтому, если говорить вот тему, которую Оля предложила, о неком сообществе, да, внутри отрасли, существует такое сообщество, ну, вы друг друг каким-то разобщаетесь, там, у вас есть конкуренция, как минимум, да, ты оптовик, еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то, за свою нишу-то вы боретесь, нет? Ну, мы боремся просто, у каждого свои методы, кто-то борется ценой, кто-то борется сервисом и качеством, для меня, допустим, самая главная проблема, это качественный, то есть, это хороший менеджер, то есть, хороший менеджер, это решение всех проблем, он может, он может с клиентом, то есть, хороший менеджер, знающий свое дело, опять же, это очень важно. Ну, слово «хороший» подразумевает, что он профессионал, прежде всего. Да, но тут важно не только хорошо разговаривать, хотя это, наверное, 60% успеха, но важно знать ассортимент, понимать, потому что это цветы, потому что вот как, есть свадьба, да, вот очень классный пример, я его люблю рассказывать, когда, ну, вы знаете, как женщины относятся к этому дню, то есть, не существует мелочи, на которые не упадет ее взгляд, поэтому, то есть, начинает цвет туфель, цвет платья, кусочек ленточки отдается Ольге, Ольга приходит мне с этим кусочком ленточки и говорит... А ты-то откуда это знаешь, ты не был ни разу в ЗАГСе, ты сказал? Нет, так он знает от меня. Просто ко мне приходят эти клиенты, которые приносят мне эту безумного цвета ленточку и говорят, нам нужны вот такие цветы. Тон в тон, тон в тон. Да, а это же не машины, их не красят на заводе, и поэтому, и, то есть, очень трудно, и, то есть, нужно дать ответ клиенту Ольге так, чтобы она это могла передать тому клиенту, и чтобы все остались счастливы. Да, еще довольны. Не рассердились, не дай бог. Сейчас еще раз прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы в последней части нашего эфира, к сожалению, да, время так неумолимо, как-то быстро, раз, и все, и нет часа эфира. Ну, тем не менее, 12 минут у нас осталось, и я, кстати, прежде всего обращаюсь к моим слушателям. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, и сайт компании финам.ФМ. Собственно, еще есть время, чтобы позвонить, написать, задать свои вопросы. И я напомню вновь, сегодня в студии Ольга Белецкая, основатель мастерской цветов и декора Flower Bazaar, и Юрий Дударенко, совладелец этой компании, Антон Анатольевич Мочелюк, владелец оптового цветочного склада. Значит, обсуждаем мы тему торговли цветами, оптом и в розницу. Вопрос, Антон, к тебе, наверное, ехать, хотя нет, наверное, давайте все вместе на него попытаемся ответить. Не вдавая, кстати, вот в детали то, что вы специализируете все-таки на них и свадебных торжествах, да, можно ли какую-то статистику озвучить, собственно, кто основной потребитель-то этой замечательной истории под названием цветы? Люди. Люди? Ну хорошо, по какому поводу в основном они это делают? Да я думаю, что каждый для себя сам этот вопрос ответит, потому что... Нет, нет, подожди, я, ладно, по-другому поставлю вопрос. Смотри, вот вы занимаетесь продажей цветов. Понятно, что цветы — это не булочка, это не батон колбасы, все равно это вещь, которая требуется по поводу, в связи с поводу. Ну, конечно, хорошее настроение тоже. Ну, может быть, и без повода, согласитесь, это идеально. Все мужчины сказали по поводу, женщины сказали, а как же без повода. Также каждый день по цветку. Ну, давайте реально смотреть на вопрос, тем более вы бизнесмены, да, и когда вы маркетинг проводите, вы говорите, друзья мои, вот есть волшебные дни в году, да, Юра, которые кормят нас. Ну, как минимум, да, создают основной набор продуктовых корзин. Подушечку безопасности. Совершенно верно, продуктовые корзины. Кстати, я вспоминая, мы встречались в этой студии с людьми, которые, кстати, мероприятия организовывают, какие-то торжественные. Это вполне очевидно, да, что большинство так называемой творческой интеллигенции, которые чешут там по новогодним корпоративам, вот они зарабатывают на год практически, а все остальное уж там поскольку постольку. Я предположу, Юра, да, понятно, о чем вопрос, что есть какие-то основные... Три золотые даты в году. Ну, это, конечно же, праздники 8 марта. 1 сентября. 1 сентября. 1 сентября. А можно еще... Наверное, для нас Новый год, но немножко и с другими цветами. Оля, смотри, а можно выстроить некий ранжир, что ли, да? По году? Нет, вот именно по событиям. То есть самое хлебное, извините уже, да, за сленг, это 8 марта. Да, однозначно, без комментариев. Других мнений и так далее. Быть не может. Да, быть не может. Следующий. Следующий, наверное, у нас Новый год, я бы сказала. Это у нас. Это именно у нас, потому что мы там делаем... Не столько цветы, сколько там вот оформление, наверное, новогоднее. Сколько, воркшоп, оформление новогоднее, венки, ну, с иловых веток, рождественские, да. Венки у меня какое-то другое событие сразу ассоциируется. Антон, на твой взгляд, вот этот приоритет, да, этот список приоритетов, то есть 8 марта, это самое самое, да? Ну, 8 марта, наверное, да, далеко впереди. Сказать, что просто я на самом деле, при том, что как бы уже 9 лет в цветах, но все равно, вот мне, допустим, не всему есть объяснение, вот 3 года назад, кажется, был день учителя, по-моему. 3 года назад, он ежегодно бывает. Нет, ну вот именно 3 года назад был такой день учителя, что 8 марта отдыхала. Ну ты что? А с чем это связано 3 года назад? Вот я не знаю, почему. Ну, в тысячный год, может, какой-то там... Ну, в общем, в принципе, тут контекст, потому что 1 сентября для меня небольшой праздник, ну, это как бы частный порядок, если говорить за себя. Вот для нас тоже что-то серьезно. Потому что 1 сентября это день недорогого цветка, я все-таки специализируюсь на более качественном, более дорогом цветке, поэтому там мелкие розочки, дешевые хризантемки, то есть это больше не ко мне. Новый год, да, но это как бы в разрезе не именно сам Новый год, а предновогодние аппараты, корпоративы, оформления. Декабрь, весь декабрь. Я все это, да, все это снабжаю. Не Новый год, а весь декабрь. Ну, в общем-то, да, вот 15 дней декабря, 8 марта, 15 дней декабря. А вот это смешной праздник. А 14 февраля, как же? День святого Валентина, да. Я вот его хотел. По мне, так каждый год все тухнет и тухнет. Ну, это нормально, потому что это... У нас тоже. Не прижился, наверное. Не наш праздник, конечно. Есть другой праздник, я... А в нашем это все лето. Ну, если брать свадебную индустрию, то у нас, начиная с мая по октябрь, то есть это самый пик. Ну, то есть однозначно, по крайней мере, можно сказать, да, что 8 марта — это главный день календаря для тех, кто... Для цветов точно. Мне понравилась фраза Антона, я говорю, я 9 лет в цветах. Ну, это вот, это сленговое, это сленговое цветочное. Конечно, но как же учит, романтично. 9 лет в цветах, красота. Ну, и следующий вопрос, кстати, вот, пришедший нам на почту, он, наверное, собственно, и снимает, да, свою актуальность, потому что вопрос такой, есть ли сезонность в цветочном бизнесе? Вы сказали вначале, да, что вот лето — сезон цветов. Нет, лето — это мертвый сезон, вся Москва пустая, все... Ну, я не скажу свадьбы. Ну, я имел в виду, что лето — это сезон, когда цветочек растет, наверное, да, там... Не-не-не, для Голландии это не имеет смысла, там вообще солнца нет, там все освещают. Но это сезон свадеб, это очень мощный сезон свадеб, самый мощный, поэтому, да. А ты чувствуешь, кстати, вот сезон свадеб-то? Да, у меня магазины проседают, то есть продажи в магазинах упадают в два раза, в три, а продажи по оформлениям вырастают в пять-шесть раз абсолютно, то есть нормально, и за счет этого лето, как бы, получается, что все в порядке, вытягивается. Кстати, забавно, вот мы когда начали с Олей и Юрой разговаривать, Юра рассказывал, как родилась идея, да, как они посматривали на заграницу, чтобы оттуда, да, цивилизацию, да, на нашу еще... Культуру, просто культуру, да, какую-то перенять. На нашу дискультурию, да. А у тебя есть вообще какая-то, ну, я не знаю, там, не то чтобы взаимосвязь, а у тебя есть необходимость смотреть за границу, потому что там вот есть некая культура торговли цветами? Все равно, нет, конечно, приятно, все равно, нет, я скажу так, все клиенты всегда очень, они получают удовольствие, когда произошли что-то новенькое, поэтому, конечно, побывав, допустим, там, где-то на выставке в Голландии, что-то увидев, опять же, это все увидел, попросил своего поставщика, он тебе это привез. Вот это вот так работает, поэтому есть интерес, потому что это очень развивает лояльность в клиентах, если клиент, ну, понимаете, что такое вот люди, многие вот как Ольга с Юрой, они работают как бы сами, а есть много магазинов, которые, у которых есть закупщики, и люди ходят на работу, и вот представьте, что вы каждый день обсуждали одну, обсуждали вот вы цветы у себя в эфире, фу, поэтому, а люди, приходя на склад, вот это просто человек, но он приходит, и ему интересно, если там что-то новое, интересное, это очень нравится, это очень располагает, это развивает лояльность в клиентах. Ну, а скорее всего, новые интересные появятся именно там, а не здесь, правильно я понимаю? Нет, это в любом случае все появляется там, ну, оттуда, ну, 90% цветов идет оттуда, ну, естественно, что мы здесь, мы здесь выращиваем, мы выращиваем здесь, в России в основном выращивают розу, розы в сезон 8 марта, тюльпаны, вот, все. Ромашку. Ромашка в том числе, да. В каких-то маленьких объемах, да, там мы очень много используем наших дизайнеров, георгины, там, что-то такое, что растет в Подмосковье, и можно использовать, но все равно 99% это все равно Голландия. Я не знаю, печалиться по этому поводу, или радоваться. Всему свое время. Да, 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 просто это вот такие реалии. Ну, как машины принять, как факт, наверное. Да, 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 нет, ну, по поводу машин я печалился раньше, конечно. Какое-то время, да? Какое-то время печалился. Ну, я не говорю, что я пользовался продукцией АвтоВАЗа, но, по крайней мере, на рынок, когда смотришь, да, акции торгуются АвтоВАЗа, вот, я периодически печалил. А, ну, другое дело, да. Да, 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 ну, это все здесь взаимосвязано. Так, хорошо, и осталось совсем немного времени у нас, давайте поговорим, Оля, поговорим о перспективах. Ну, я, опять-таки, уточню, я очень люблю послушать о перспективах, с вашей точки зрения, развития вашего бизнеса, да, как вы смотрите вперед, насколько, так сказать, долгосрочно, среднесрочно и широко видится этот взгляд. Ну, и перспективов бизнеса, связанных с цветами в России в целом, как он будет развиваться, на твой взгляд? Ну, если только не будет какого-то глобального кризиса, которого мы все боимся, да. Это всегда, да, к сожалению, мы все время оговариваемся, да. Это глаза, мне кажется, что, какая-то русская поговорка, долго запрягаем, да, но потом быстро едем. Мне кажется, что свадебный, флористический рынок и вообще тот сектор, в котором мы работаем, он будет очень быстро развиваться, это уже видно сейчас. За то короткое время, которое мы даже на нем существуем, будет появляться все больше и больше красивых проектов, люди все больше будут тратить деньги на цветы, потому что это эмоции. И сейчас этого очень много не хватает. Поэтому перспектива нашего проекта, я считаю, что она точно долгосрочная и она будет не только в цветах, это будут еще какие-то сопутствующие проекты в свадебной индустрии, которые создают и создадут потом впоследствии такую же культуру, как в Америке, потому что это не только цветы, естественно, это и фотография, это и организаторы, это и помещения, это очень много слагающих. И успех будет тогда, когда вся индустрия поднимется на какой-то новый уровень. Ну и не без вашего участия, я так понимаю, да, Игорь? Ну, конечно же, мы над этим работаем. Спасибо. Антон? Перспективы... Ну, а цветочного бизнеса, как ты видишь? Ну, я опять-таки хотел бы сначала... Я думаю, сервис. То есть все дело в сервисе. Все остальное у нас есть, нам нужен сервис. Ну, не нужен, а... Проблема именно в сервисе сейчас, да? Я думаю, что да. Ресурсами мы обладаем, а вот что делать с ними? Спрос есть. Мы всегда знаем. Нужно повышение качества спроса, да, то, о чем говорит Оля, что... То есть должно, ну, как бы... Когда красота будет вокруг людей, и люди будут хотеть более красивого. Да, поэтому это все очень... Ну, мне кажется, это будет постепенно уровень, то есть когда кто-то где-то на свадьбе увидит что-то определенное, и он это же захочет. То есть для меня это перспектива, да, в общем, перспектива опта, но опыт уже насыщен, опыт перенасыщен. То есть настолько, что в опте настолько много представленных компаний, что вот на самом деле уже надо обратить внимание на сервис. То есть уже конкуренция для меня — это предоставление более качественным сервисам клиентов. То есть в этом направлении, собственно, да... Я думаю, что за этим будущее. То есть будет выигрывать тот, кто будет давать клиенту больше качества, больше стабильности и больше информации. Ну, а смотри, а сервис все-таки, он от чего зависит? Он зависит от предпочтения того, кто пришел за цветком. Он будет нести культуру в массы, да? Ну, клиент пришел, он что-то просит. Ему нужно дать то, что он просит. Вот и весь сервис. То есть надо объяснить, понять, на каком языке разговаривает клиент, хочет ли он дешево и среднее качество, либо он хочет подороже. И информированность, выполняемость заказов, в общем-то, дело за сервисом. Да, я полностью поддерживаю. Потому что Голландия дала уже все, что возможно практически, все остальное в наших руках. В Голландию мы выжили до конца, да? Это то, с чего мы начали, собственно говоря, да? Спасибо огромное, друзья. Время, к сожалению, закончилось. Еще раз я представлю сегодня в студии бизнес-класса. Ольга Белецкая, основатель мастерской цветов и декора Flower Bazaar. Юрий Дударенко, совладелец этой компании. Антон Анатольевич Мочелюк, владелец оптового цветочного склада. Спасибо вам, уважаемый гость, чтобы нашли время посетить наш эфир. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.